Цепочка споров и разногласий вокруг строительства нового корпуса детско-инфекционной больницы на верхней террасе разорвалась. Её в минувшем году запустили обеспокоенные горожане. Волновались из-за соседства с действующей городской больницей и за пять сотен вырубленных деревьев. Ими пришлось пожертвовать при подготовке площади. Точку поставили эксперты. Действующая больница на улице Белинского далека от санитарных норм. Её открыли в 1964 году. С тех пор ремонтом не баловали. Плюс само расположение, согласно санэпидем-требованиям, от подобной здравницы до жилых домов должно быть не менее 100 метров. А ещё острая нехватка специалистов и оборудования. Сложно в плане доступности узких специалистов в части обследования. То есть для этого их вынуждены возить в другие лечебные учреждения, такие как детско-областная больница. Но если это будет сосредоточено всё в одном месте, все специалисты, всё обследование и оснащение, то есть подразумевает и лабораторную диагностику, и компьютерную домографию, это увеличивает доступность для оказания медицинской помощи, соответственно, качество оказания. Новый корпус будет отвечать всем стандартам оснащения инфекционной больницы. Если описать конечный результат, это пятиэтажное здание общей площадью 18 тысяч квадратных метров. На июнь месяц проделано 30% работ. Тормозит процесс нестабильная экономика. Рост цен на строительные материалы сказался на общей смете. А это плюс – 324 миллиона рублей. Срок сдачи проекта отодвинулся на пару месяцев. Корректировка проекта в части исполнения фундаментов запроектировано было свайное поле. Когда начали пробные сваи забивать, пошла вибрация, и невозможно было оборудование работать в ЦКБ. Поэтому было принято решение перепроектировать фундамент на монолитную плиту. По плану объект закончат в ноябре 2023 года. Новые просторные кабинеты оснастят медицинским оборудованием. Это современные рабочие аппараты, благодаря которым дети смогут получать качественную специализированную помощь. Все расходы покроет нацпроект здравоохранения. В цифрах это полтора миллиарда на строительство корпуса и еще миллиард на оснащение.